Приветствую всех любителей бисероплетения! Сегодня снова с вами Ольга Кожакару. И сегодня мы с вами будем делать вот такие трехъярусные сережки. Ну, третий ярус у нас в принципе только одна бусинка. Но каждый из вас может, я предполагаю, что возможно на свой вкус добавить, еще удлинить как-то вот эти серьги. То есть многоярусные серьги всегда хороши тем, что каждый может выбрать свой вариант количества ярусов в этих серьгах. Ну, а мы с вами сегодня соберем все необходимые материалы именно вот для таких сережек. Что нам понадобится? Ну, в первую очередь, конечно, вот я собрала здесь несколько пин. Вот такие колпачки для бусин, швенза. Это фурнитура, какая мне понадобится для моих сережек. Мне понадобится одна бусина 10 миллиметров. Вот такая жемчужинка. Мне понадобится несколько бусин, вот такие полумесяцы с двумя дырочками. Двух цветов я взяла, чтобы все-таки немножечко вот моя сережка все-таки выглядела интереснее. Если бы в одном цвете, я думаю, не было бы так интересно эта сережка. И нам понадобится одна бусинка вот для подвески вот такой. Ну, тут можно, конечно, подумать, возможно, кто-то может найти вот такую жемчужинку более мелкого размера. Но вот я все-таки взяла в том же цвете, как у меня есть вот эти полумесяцы. Мне понадобятся граненые бусинки 3 миллиметра. И я буду работать с бисером. Это у меня Тоха. Тоха. В одиннадцатом размере. Вот такие материалы нам понадобятся для наших сережек. Ну, я думаю, что, в принципе, можно в комплект точно такой же кулончик сделать на жгутик тонкий. И будет смотреться очень даже симпатично. Работать мы будем леской 0,2 миллиметра. Толщи не рекомендую, так как нам надо будет по несколько раз проходить по нашим бисеринкам, чтобы укрепить конструкцию, какую мы будем делать. Итак, я начну, пожалуй, с самой мелкой вот этой бусинки, какая у нас вот есть. И мы будем с вами сейчас набирать 5 вот этих полумесяцев поочередно с гранеными бусинками. 5 пар. Вот таких 5 пар. И мы сейчас все это закроем в колечко, завяжем хорошо узелочки, чтобы у нас все это не расходилось. Несколько узелочков завязывайте, чтобы ваша конструкция осталась, в принципе, прочной. Вот так. Вот я думаю, что уже достаточно. Три узелочка я завязала. Поравняем вот таким образом. И теперь я просто перехожу в верхнюю дырочку, в верхнюю дырочку моей конструкции, моих вот этих бусин полумесяцев. И пройду между вторыми дырочками, добавив по одной бисеринке. И еще раз я пройду по этому же ряду, чтобы у меня вот не расходились вот эти края моей конструкции, да. Ну, только после этого я обрежу леску, потому что вот сейчас я буду стараться натянуть лесочку хорошо, чтобы она у меня не просматривалась. Вот такая у нас получается бусинка, да, для одного яруса. Можно завязать узелочки, и уже эта бусинка у нас будет готова. Пожалуй, я сейчас обрежу вот этот хвостик. Аккуратненько, чтобы не повредить саму леску. И завязываем еще пару узелочков. Ну вот, я думаю, что мы сейчас уже обрежем леску. Я стараюсь, чтобы не попасть на леску, которая у меня уже здесь держит бусинки. И немножечко вот получается так. Краешек можно подпаять хорошенько, чтобы он нигде не торчал, и чтобы было все здесь аккуратно. Вот такая бусинка у нас получилась. Я думаю, что мы сейчас сразу соберем с вот этой меленькой бусиной. Я возьму вот так пину короткую. И мы сейчас сделаем... Ну, немножечко мы подрежем эту пину слишком длинной, чтобы она не была у нас. Вот так. Оставим пока не закрытой, чтобы мы могли добавить еще вот сюда. Так, мы у этой пины обрежем шарик. Оденем четыре бисеринки. Проденем через нашу бусину, какую мы сделали. Вот так. Можем подцепить сразу сюда нашу бусинку. Так, сейчас мы откроем немножечко эту петельку посильнее. Вот так. Вот такая висюлька у нас получится, да? Так, возьмем шапочку помельче. граненую бусинку. О, как anche до TU. Так. О, как. О. О, как. ну вот нижняя часть нашей сережки в принципе уже подготовлена и мы с вами переходим к верхней части сережки и так мы набираем изначально точно так как и в первой бусинке которую мы сделали 5 пар полумесяц и граненая бусина и закроем в колечко и и и и и и и и и